Оружие так называемых диверсантов, задержанных ФСБ в Крыму, оказалось игрушечным. Оно предназначено для игры в страйкбол. Об этом сообщают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm. Они проанализировали видео, на котором якобы зафиксировано задержание так называемых украинских диверсантов. На смонтированных кадрах российские силовики демонстрируют оружие, которое, по их словам, нашли у задержанных. На самом же деле это страйкбольный автомат. На фото обозначены провода для подключения аккумулятора. Также на видео пневматический пистолет. У него два зуба в задней части ствола. У пистолета Макарова, а также у газового и травматического аналога этих зубцов нет. И страйкбольные гранаты для заправки игрового оружия. Напомню, в ФСБ России заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе диверсантов украинской разведки. В Минобороны Украины эти заявления назвали ложью. Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко в кресле избитого над Донбассом малазийского Боинга. Такое циничное фото обнародовал на своей странице в соцсети депутат Российской Госдумы Сергей Шаргунов. Накануне он посетил оккупированные территории Донецкой области, где встретился с террористом. Пользователи сети негативно комментируют фото, поражаются подобной циничности. Боинг-777 малазийских авиалиний был сбит вблизи Тореза в Донецкой области в июле 2014-го. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту. В сентябре этого года международная следственная группа объявила, что самолет сбили из-под контрольной боевиками территории из комплекса «Бук», привезенного из России. Политика Евросоюза в отношении Украины не изменится с президентом Дональда Трампа в США. Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерико Маггерини. Она отметила, что позиция ЕС определяется не в Вашингтоне, и это касается как политики по Украине в целом, так и вопроса оккупации России и Крыма. Напомним, Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября. Этот пост он займет 20 января следующего года. Канада не ослабит санкции против России, пока Кремль не изменит свою политику в отношении Украины и Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Канады Стефан Дион в Эфиопии. Он призвал все страны также быть непреклонными в этом и продолжить ограничения, введенные против России из-за ее агрессии против Украины. Срок экономических санкций, наложенных Евросоюзом, истекает в конце января 2017 года. Ожидается, что в декабре ЕС продолжит их действия. Однако после президентских выборов в США возникли некоторые сомнения относительно этого. В Кремле, однако, не ожидают, что ограничения отменят после избрания Дональда Трампа. Украина потребует от Евросоюза решения о безвизовом режиме. Соответствующее обращение к ЕС Верховная Рада примет на следующей неделе. По словам первого вице-спикера парламента Ирины Герасченко, Украина выполнила все условия соглашения по визовой либерализации. Теперь очередь за Евросоюзом. Герасченко отмечает, Украина осознает европейские риски из-за миграционного кризиса. Однако план визовой либерализации не предусматривал рассмотрение механизмов приостановления безвиза. Напомним, Украинское министерство иностранных дел уже заявляло, что откладывание решений Евросоюзом недопустимо, а президент Петр Порошенко ожидал голосования за безвиз уже в ноябре. Главы обл. администрации не должны покидать свои области во времени погоды, которая ожидается в ближайшие дни в Украине. Они обязаны координировать работу дорожных работников и спасателей, чтобы обеспечить проезд на главных автомагистралях и возможную эвакуацию людей. Такое указание дал вице-премьер министр регионального развития Геннадий Зубко. 13 ноября в Украине ожидается циклон со снегопадами и ураганным ветром, сообщили в гидромедцентре. Циклон идет с Балкан и уже утром в воскресенье принесет в западную и центральную Украину метели, снежные заносы и гололедицу. Коммунальщики советуют горожанам в этот день пользоваться общественным транспортом, чтобы не допустить возникновения пробок. На востоке ожидается мокрый снег и ливни. По всей стране ветер усилится до 15-20 метров в секунду, а на юге и западе до 25. Синоптики говорят, в воскресенье в Украину придет зима. Редактор субтитров А.Семкин